Терри Халк Хоган Гром в раю В фильме снимались Крис Лемон Кэрол Альф Эшли Горл И Патрик Макни По произведению Майкла Берка и Дугласа Шварца Эшли Горл Эшли Горл Композиторы Кори Лариус и Джон Д'Андреа Вы меня не поймаете Я решил прихватить пару лишних баллонов с воздухом Она растет, правда? Что? Уже большая Да, она превращается в красавицу Здесь нужен глаз да глаз Нам надо спешить Мы должны были быть там полчаса назад Жак Жак, мейстер Надо поговорить Я знаю, вы недовольны все, Брюбекки Но я уверяю вас, что топливо, которое я вам продал, более всего подходит Горючее, которое ты продал мне в прошлый раз, было слишком жидким Поверьте, мне очень дорог Гром Жак Нам предстоит сложное задание Выследить угнанную подводную лодку Если что-нибудь случится, то тебе лучше заранее подыскать себе место для могилы Имей это в виду Жак Расслабься Ты слишком напряжен Я тебя не трону На этот раз Ты понял? Жак Человеку свойственно ошибаться Но прощать не мое хобби Иди, иди Папа Папа Ты меня видел? Конечно Ты прелесть Может нам не стоит так много работать на школьный фонд А просто позвать нескольких скаутов Папа, не говори глупостей Вот, я починила твой медальон Ты чуть было его не потерял Что бы я без тебя делал? Непонятно Я хочу, чтобы ты обещала мне, что завтра, в день твоего рождения, ты не задуешь свечи и не съешь пирог до нашего возвращения Обещаю А теперь обними своего папу и поцелуй его на прощание Что случилось? Взрослые обычно пожимают руки, а мне уже почти десять Я заложил параметры угнанной подлоги Я заложил параметры угнанной подлоги Подлоги в память компьютера По сообщению Тейкере, эта подлога обстреливает наши сторожевые корабли в коридоре Клавиуса Проблема в том, что никто не может ее поймать Этого бы не произошло, купи, а не гром Скажи это Вашингтону Обнаружена подводная лодка в районе 0730 Они у нас на ручке Обнаруженная лодка находится в режиме готовности к атаке Время удара 13 секунд Что он делает? Тактика Камикадзе, это настоящее самоубийство Он что, сошел с ума? Не знаю, но мы должны заставить его подняться Пульсовая пушка, широта две четверти По моей команде Три, два, один Этот парень самоубийца Система подачи питания грома полностью выведена из строя Внимание, зафиксирован выброс батискафа Теперь понятно Тот, кто управлял подлогой, решил спастись, выпрыгнув в батискафе Показатель его самочувствия Состояние негативное Сердце остановилось У меня шесть секунд, чтобы его спасти В этом месте полно акул Я не смогу их отпугивать Он не должен умереть Даже если он негодяй Возьми с собой вот это Прибор заставит его сердце биться А я займусь системой подачи питания Хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Сигнал опасности Самовключение режима автопилота Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Брю Брю, где ты? Брю! 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 Спенс? Брю! Спенс, где ты, Брю? Брю! Извини, я сожалею Извини Что случилось? Это я виноват Я виноват В моторном отсеке возник пожар А я подумал, что во всем виновата топливо Жака Все в порядке, не двигай ногой Что случилось с моей ногой? Я хочу ее видеть Не беспокойся Я хочу видеть мою ногу Меня должно быть ударило винтом Проклятие! Это я виноват Я подвел тебя, Спенс Я завел мотор, не отключив компьютер Все в порядке, Брю Ничего не в порядке Слушай меня Гром переключился на режим бумеранга Тогда Гром придет обратно в бухту Лесси вернулась домой Тогда, как и Лесси, он приведет с собой помощь Если бы Компьютер Грома вышел из строя Он понятия не имеет, где мы находимся Тебе лучше не делать резких движений А тебе нечего беспокоиться Твоя нога, это очень серьезно Возможно, это перелом И это все? Нет Хаммерхед Значит, это он был в подлозке Этот сука сын Я же сказал тебе, не шевели ногой У меня с ним особое отношение Но сейчас мы должны сосредоточиться Трое мужчин находятся в открытом океане На всех только одна лодка Я постараюсь что-нибудь придумать А ты забирайся внутрь Отлично У нас есть только самое необходимое Видишь ли, я не ожидал, что все так произойдет И ничего не захватил с собой Могло быть и хуже Морская вода дезинфицирует рану Да Но это может быть очень больно Придется потерпеть А что ты собираешься делать? Отрезать? Возможно Но сначала я хочу срезать острие этого крючка Чтобы использовать его как иголку А леску как нитку Давай Будет еще больнее, если ты не будешь кричать Ты что, забыл все занятия по выживанию в экстремальных условиях? Кричи так, чтобы мне уши заложило Хорошо Знаешь Мне такое, о чем напоминает Воспоминания, они приносят только боль Я был на Аляске, ловил рыбу со своим стариком Сидим мы, значит, с ним Был вечер Бедный мой старик ничего не подозревает Он не знает еще, что над ней притаилась огромная форель на 7 фунтов Сидит, значит, себе Любуется на свою новую удочку Прекрасный бамбуклый корпус Позолоченная катушка Сидит, курит кубинскую сигару И вдруг форель клюет И так сильно дернуло, что отец оказался в воде Попал прямо в реку Я испугался Стал искать отца Бегал по Америку взад и вперед Папа, где ты? Папа Папа Я вижу Как плывет его Трехсотдолларовая удочка Вниз по течению А отца нет И вдруг вижу, как из воды показалась его рука С зажатой между пальцами сигарой Буль-буль-буль Вниз по течению Ты молодец Какой прекрасный вид Ты настоящий херок Это lectures, брат Я сегодня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы останемся здесь навсегда Долг прежде всего О чем ты говоришь? Последняя миссия Миссия? Я не понимаю, о чем он говорит Миссия это все Он сошел с ума Он бредит Миссия? Какая миссия? Не знаю Но он прав в одном, нам здесь не выжить Проклятие Он выбросил спасательный набор Взгляни на торт, он просто прекрасен Поздравляю тебя С днем рождения, Джесс Ну что ж Пора начинать Мы можем оставить им кусочек, пока они не придут Нет, я обещала, что не начну, пока папа и дядя Брю не вернутся Подождем Смотрите, вон они А где же они? Не знаю Давай поднимемся на борт и удивим их Спенсер, Дру Беккер Папа, дядя Брю Я вас нашла Никого нет? Очень странно Ничего странного Это я виновата Миссия Брю не вернусь Мсье Брю Беккер сказал мне, что они направляются в коридор Клавиуса, который находится к юго-востоку отсюда Но коридор Клавиуса длиной в тысячи миль Но дядя Эдвард, он сказал юго-восток, это дает нам хоть какое-то направление Нам? Да Я еду с тобой Но молодая леди, я не могу тебе этого позволить Это я виновата Всегда перед тем, как отец выходит на задание, я обнимаю его и целую на прощание Желаю удачи Но в этот раз я подумала, что я очень большая Пожалуйста, дядя Эдвард, возьмите меня с собой Джессика Я должен попросить тебя убрать руки Я сам поведу гром Хорошо, дядя Эдвард, но нам нужно торопиться У папы и дяди Брю неприятности Не надо так волноваться Дело в том, что недавно Брю Беккер пригласил меня на гром Я практически совсем здесь освоился Для начала нам надо проверить, как работает штурвал Доступ не подтвержден Как грубо Гром, включи режим записи голосового подтверждения Это Джессика, 8043 Голос подтвержден, контрольная панель открыта и готова для дальнейших инструкций Дядя Эдвард, верните свои руки в исходное положение Видите, я сама со всем могу справиться А теперь нам нужно найти папу и дядю Брю Включить гиперскорость Режим гиперскорости готов По моей команде Три, два, один Боже, правый Есть в этом что-то странное Он говорит, как автомат Заметь В его голосе звучит злоба, но его глаза мертвы Что здесь странного? Вы говорите так, как будто меня просто нет Я здесь, и я собираюсь исполнить свою миссию Миссия это все Запомнили зеленые головы? Зеленые головы Откуда? Это же засекреченное название морской пехоты Только зомбированные военнопленные могут так говорить Никакой не зомбированный Не надо молоть чепуху Он не жертва Никто не промывал ему мозги Он уже пытался меня убить Неоднократно Помнишь залив пука? Я не сдаюсь Я выполнял свой долг Миссия прежде всего Какая миссия? О чем ты говоришь? Что это за маниакальный бред? О какой миссии ты говоришь? Одно лишнее движение Я сверну тебе шею Ты не солдат Ты даже не человек Здесь полно акул Но ты продолжаешь вести одному тебе понятную войну Чего ради? Ответь мне Я солдат Я выполнил свой долг Миссия прежде всего А теперь развяжи меня Это приказ Как тот приказ в заливе пука Когда ты бросил нас Я выполнял свой долг Ты предал свою страну Помнишь залив пука? Это было наше последнее задание Мы были друзьями с самого первого дня Мы были разными Но нас всегда крепила вера Вера друг в друга Мы всегда говорили Что не должны ни от кого ничего скрывать Если тебя послали с задания Будь ты без него выполнять Так мы хранили наше единство И никого не было лучше, чем мы Мы служили вместе несколько лет А это более сотни заданий Залив пука был ерунду У нас были миссии потяжелее Вспомни Дерево висельника Йело-йело Игрушечный песок Помнишь? Ты помнишь? Это было задание словно по учебнику Мы должны были найти командира эскадрона Хейвода Флойда Который был сбит в воздухе Учитывая его ценность и знания Командование посчитало важным Чтобы мы вытащили его из джунглей Прежде чем это сделает враг Проще простого Так было до тех пор Пока мы не узнали, что враг это ты Ты был нам как брат Мы верили тебе Я пойду вперед На этот раз моя очередь С каких это порта стал считать? Кто нужен мне на прикрытии? Вы самая лучшая охрана в мире Наш босс умеет льстить Да Пора идти У нас осталось ровно два часа Стой, стой, стой А кто умер и оставил вашего командира? Все мы когда-нибудь умрем Давайте сверим наши часы По моей команде Три Два Один Пора Да, пора выполнить наше задание Ты был нам братом Мы верили тебе Я следовал указаниям Миссия это все Залив паука небезопасен Это мог быть случайный снаряд Я никого не вижу Хорошо Ползем дальше Проволока Ты с ума сошел? У нас нет времени на обход Я ее перережу Хаммерхед шутит Если он перекусит проволоку Здесь все взорвется А к тому времени Командира поймают И повесят на первом попавшемся дереве Я использую этот шанс Ты используешь этот шанс? А как же мы? С каких это пор и должен заботиться о вас? Нет Предатель Все было подстроено И за всем этим стоял ты Мы не смогли спасти командира После того, как ты провалил задание Перекусив провод Его обнаружили Ему не удалось спастись Я не провалил задание Я не навел его до конца Вы так ничего и не поняли Это была миссия устранения Устранение? Устранение? Ты хочешь сказать, что должен был убить нас? Кто дал тебе приказ? У меня с собой капсула С-4 Стоит мне только раздавить ее И я выполню свою миссию Это конец миссии Мы до сих пор не нашли их Не отчаивайся Попробуем использовать метод счисления пути А что это такое? Во время катастрофы Когда все ориентиры потеряны Моряки используют метод счисления пути То есть ориентируются по звездам и солнцу Другими словами, надо доверять своим глазам, чувствам, инстинктам, чтобы найти дорогу домой И это до сих пор работает Так что думай Что ты еще знаешь? Скажи мне Один раз? Да Дядя Брю показал мне, как использовать геомолекулярный анализатор Чтобы искать в океане редкие металлы Но я не понимаю, как это может нам помочь Ты удивишься, узнав, чего можно добиться, если хорошенько подумать Думай Погода портится В лодке много воды Видимо, Хаммерхед сделал в ней дырку Посмотри ему в глаза Надо что-то сделать, чтобы вернуть его к реальности Братство Братство Неужели оно для тебя ничего не значит? Вспомни Маунт Лагуна Дьявольская неделька Песни, лозунги, напевы Завтра будет легче Я не могу Хотя бы скажи это правильно Легче было вчера Я все понял, зеленые головы Вы сумасшедшие Вы умрете и очень скоро Яха! Нет, парень Так не пойдет Настоящий морской пехотинец никогда не забудет свой клич Ты говоришь Яха, но клич пехотинца Хайя Прекратите нести чепуху Пикл Медоус это не чепуха Мы были там вместе, помнишь? Центр зомбирования и промывания мозгов У вас ничего не получится Это вы промываете мне мозги Очнись Вспомни Когда они программировали тебя, они сделали так, чтобы все, что было дорого тебе, ты стал ненавидеть Попытайся все вспомнить Это были не вьетконговцы, это была работа наших Что вы здесь делаете, зеленые головы? Я выполняю свою миссию в одиночку Нет, парень Мы тебе этого не позволим Постой-ка Он продолжает называть нас зелеными головами Кроме вьетконговцев зелеными головами нас называли только официантки в барах Бангкока Точно Ты тогда исчез на неделю Мы думали, что у тебя запой, но ты поехал в бар Фремы, верно? Даже несмотря на то, что там спаивали и пытали Ты думал, что сможешь сам со всем справиться Да, я был в баре Фремы Но это было самое незабываемое время в моей жизни Я раздавлю капсулу Нет Брю, держись Брю Уже темнеет Похоже, нам стоит вернуться к проверенному способу Раз уж мы сбились с курса Я должен подняться на палубу И, вооружившись секстантом, определить наше местоположение Необходимости получения данных от устаревших приборов нет Устаревших? Во время моей службы на торпедоносце Перед лицом врага Благодаря которому я, кстати, получил медаль за отвагу Это был наш единственный прибор Дядя Эдвард, я кое-что придумала Вы подали мне мысль, когда сказали о медали У папы тоже есть медаль Это его счастливый медальон Драгоценный талисман Он что, золотой? Да, это сплав золота и серебра Сплав золота и серебра может оказаться довольно редким для поверхности океана Тебе не кажется? Итак, молодая леди Надо подумать Помоги нам найти иголку в этом водном стоге сена Не приближайтесь ко мне, иначе я взорву бомбу Ты был зомбирован, вспомни Тебя превратили в живую бомбу Брю, ты не помнишь, когда он впервые стал бросать свой клич? Наоборот Я не помню, Стэнс Мы должны разбить этот кокон Пока не взорвалась бомба Я знаю, какую игру вы ведете Вы тянете время, чтобы дождаться помощи Не выйдет Время кончилось Время Точно, время Взгляни на часы Вспомни Стоп Я не должен ни о чем думать Пора идти, у нас осталось два часа Стой, стой, стой А кто умер и оставил вашего командира? Мы когда-нибудь все умрем Давайте сверим часы По моей команде Три Два Один Пора Яхо Они зомбировали тебя Ты робот Фраза «сверим часы» как взвод курка Это стандартная ситуация Нет 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 Прекратите Прекратите Вы ошибаетесь Это все ложь Часовой механизм уже запущен У вас осталось две минуты Две минуты до того, как произойдет взрыв Я постараюсь обезвредить бомбу Это слишком опасно Если произойдет взрыв, нас разорвет на мелкие кусочки Посмотри на руки Что ты видишь? Да Взгляни на руки Что это? Братство Да Думай об этом Брю, помоги мне Братство Братство Ты видишь? Братство Братство Держишь крепче, Брю Получается О, Боже Братство Братство Мы больше не должны отдавать честь Мы теперь члены одной команды Да, сэр Ребята Глазам своим не верю Этим документом я подтверждаю, что Мартин Брюбекер Ураган Спенсер Адам Хэмерхэт Макпол С отличием закончили курс подводного минирования морской пехоты США Подписано начальником специального отделения по боевой подготовке капитаном Уотсоном Внимание, салаги Служимый приказ Как старшина рулевой интендантской службы Я приказываю вам проследовать со мной в бар Макфиза Где мы напьемся так, как это может делать только морская пехота Вы слышали меня? Это понятно? Да, сэр И помните, вчера был последний легкий день Мы часть одной команды Члены нашего братства Все точно, ребята, братья, которых ничто и никто не сможет разъединить За наше братство За братство Хайя Спенс, у тебя получилось? Извините Простите меня, бога ради 13 секунд, дай мне пояс Да, я тебя слышу Дай мне пояс Вы слышите меня? Да Но у тебя в руках бомба Отдай мне свой пояс Спенс, куда ты? Спасти этого беднягу У нас нет времени, Спенс Куда он исчез? Обезвредить бомбу Спенс Спенс Осторожнее Спенс 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 Смотрите, это гром Папа, я нашла тебя, это я Джесс Мы нашли их Мы нашли их Ты не очень расстроилась из-за того, что твой день рождения будет на сутки позже Джессика, режь торт Да, давай Я хочу цветочек Стойте, стойте У меня есть для именинницы сюрприз Так точно Как твоя нога? Все в порядке Как поживает именинница? Я только что разговаривал с психиатром Он говорит, что если постараться, Хаммерхард вновь станет нормальным человеком Надо его навестить Это уж обязательно Пошли Куда? Тебе нравится подарок? Ты имеешь в виду песню? Да Ну, для тебя у меня есть еще один подарок Я подумал, тебе не понравятся все эти коробки, яркие ленты, прочие глупости Наверное, ты прав Открой, Линда Мне кажется, Джесс уже выросла для таких вещей Как жалко Это один из самых лучших Я даже не знаю, что с ним теперь делать Видишь, у меня был для тебя подарок Но тебе уже пошел второй десяток Папа, ты для меня самый лучший подарок Держи руль прямо Хорошо Жак Жак Жак-мейстер, где ты? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok